Пассажиры едут домой буквально в подвешенном состоянии. И это типичная картина в ростовский час-пик. Добраться побыстрее не удается за поворотом инспекторы ГИБДД. Я не знаю, как сказать насчет безопасности. Об этом, когда спешишь, особо не думаешь. Поэтому, если маршрутка быстрее доедет, и ты спешишь, то маршрутка, конечно. Водитель позволяет, пассажиры до предела заполняют салон. Сергей по утрам добирается в полупустом транспорте, а вечером, говорит, бывает, люди теснятся даже на ступеньках. Ну вот они не брали же, был период времени. Ездили в здесь и я. Маршрутки ездили быстрее, по северу, потому что проблем также с передвижением не было. У нарушителей свои оправдания. Набивать салон людьми, как селью бочки – единственный выход – не потерять работу. Таким планом по сидячке возить не вариант просто. Какой выход из этого положения? Снизить план. Снизить план тоже нереально. Я понимаю, машина в три типа. Вот и все. Большие кредиты в банках, большие деньги. Инспекторы объяснений не признают. Протоколы штраф в таких ситуациях неизбежны. Ведь северный въезд в город – место опасное. Поэтому маршруту следует много грузовиков и рейсовых автобусов. Едут водители без света, нарушают правила маневрирования, нарушают требования выполнения дорожных знаков. За текущий период этого года на нашей территории было три аварии с участием автобуса. При этом три пассажира пострадало. Авторы памяток, кажется, учли все правила безопасности пассажиров. Набивать салон людьми категорически запрещено, а вот оборудовать автобус ремнями настоятельно рекомендуется. Инспекторы напоминают – 70% аварий на дорогах области происходят по причине излишней самоуверенности водителей. Несмотря на известные всем правила, многие водители продолжают рисковать и подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих пассажиров. Только за три дня акции инспекторы выявили более 60 нарушений. Пассажиры и сами становятся нарушителями, когда выходят из общественного транспорта. Для тех, кто игнорирует «Зебру», автоинспекторы подготовили другие листовки с устрашающей статистикой. Только за три месяца по причине перехода дороги в неположенном месте произошло почти 300 ДТП. Не часто, чтобы на дороге было много земли. Даже вот в городе. Даже вот возле нашей школы очень нужно все равно переходить дальше, проходить, чтобы перейти. Михаил – водитель с многолетним опытом, но часто попадает в сложные ситуации на многополосной дороге. Пешехода за рядом автомобилей порой просто не видно. Надо все равно смотреть. Ну, кидайся ты под машину, кому легче будет от этого. Надо смотреть в любом случае. Один остановился, а другой не смог. Вот и получается ситуация. Я считаю, правильно. Пешеходов надо пропускать обязательно. Но для этого пешеходов надо свою голову иметь. Жизнь-то одна у них. Переход в неположенном месте обойдется в 200 рублей. Водитель, который не остановился на «Зебре», заплатит в пять раз больше. Елена Баранникова, Андрей Коробко, Андрей Токарев, Южный регион.Инфо.